Продолжение следует... Видео про танки собирают больше лайков и просмотров. Ну, действительно так. Но я даже подумал одно время, почему бы под танки не отвезти отдельный специальный канал, но почему-то не надумал, проанализировав, что вообще ждало бы лично меня в этом случае. Ну, то есть перспективы лично мои в этих играх, лично этих игр вообще во всем. В общем, сейчас об этом и пойдет речь. Да, как кто-то просил в комментах, не просил, написал, что типа информация очень лайтовая, неплохо бы об этом предупреждать в начале. Ну, так вот, информация лайтовая, она взята из моей головы, мне ЦРУ никакие доклады не присылало, и я не знаю вообще, что этот человек ожидал услышать. В общем, по традиции начну с World of Tanks. World of Tanks уже давно испытывает ряд системных кризисов, как бы сказали некоторые люди из нашей власти, у них кризис с тем, что ограничена возможность движка. Обещали большие карты, не смогли большие карты, потому что движок не тянет. То есть карты по-прежнему размером с огород моей прабабушки. Обещали разрушаемость зданий, до сих пор нету. То есть это, причем обещания такие, давности примерно 3, а то и 4, наверное, года. То есть там ходили одно время даже слухи, когда Wargaming запустил свои самолеты World of Warplanes, а потом пошел слух о том, что разрабатывают корабли. И некоторые стали надеяться, что это все объединит в одну супер игру, будет супер онлайн-овая игра про войну, и называли бы ее, наверное, белорусский Battlefield. Я почему-то так кажется. Ну, то есть я не знаю, как они хотели, чтобы корабли объединились с танками. То есть, ну, не суть. То есть обещанного было в начале проекта очень-очень много. Исполнили очень-очень мало. Даже уже, я уже говорил про то, что обещали. Вот новые интересные режимы, ввели вот встречный бой, штурм. Это нововведение было настолько удачным, что большинство игроков отключило эти режимы в первой же... Нет, отключило эти режимы при первой же возможности их отключать. Потому что, по-моему, в самом начале этого было нельзя делать. Я точно не помню, ко мне часто придирается, что я путаю местами патчи, что я там что-то путаю, кого ввели раньше, китайцы или Лёву. Блядь, да мне похуй, кого ввели раньше, китайцы или Лёвы. Поймите, что я, блядь, не этот... Не личный какой-то историковед, блядь, развития World of Tanks. Мне нассать глубоко. Я знаю, что я играл на бета-тесте, у меня есть бета-тестерский танк. Но все пять лет проекта я, блядь, помнить не обязан. Если вы их помните лучше, поздравляю. Так же, как и писать мне, что я играю как днище. Господи, я играл хорошо, достаточно хорошо в эти танки, когда они мне были интересны. Сейчас мне с такой высокой колокольной нассать, как я в них играю, что не утруждайте себя подобными видами комментами. Я в эти танки нагибал, еще, скорее всего, пока вы Лего собирали там под чутким маминым присмотром, чтобы детальку не съесть. Ну, до этого я отвлекся. Относительно недавно, где-то в середине прошлого лета, ввели в Картоху еще один новый режим под названием «Стальная ярость», если я правильно помню. Но посмотрите, вот просто реально глядя себе в зеркало в свои же глаза и скажите, что этот режим не был спизжен из-за аркады улитки. Ну, просто один в один. Так же, три танка на респе, там, все это в стиле месива, да? То есть, это о чем говоришь? О том, что к кризису возможностей добавился еще и кризис воображения, да? Кризис идей. То есть, ничего не смогли придумать, а что-то делать надо, потому что проект не должен застаиваться, да? Хоть они там и листили себе, что World of Tanks в том виде, в каком он существует, может еще 10 лет приносить деньги, но это далеко не так. Это было бы так, если бы не было конкуренции, да? Конкуренция появилась в лице Armored Warfare, надо было что-то делать, надо было резко чем-то выстреливать. Выстрелили режимом полностью, практически скопированным у игры. Но, знаете, копировать что-то у улиток, это как красть у бедных, понимаете? Это настолько не солидно для такой крутой компании. Картоху выпускает очень крутая компания, да? И форы в развитии у нее было немерено. Вот, что это просто невозможно. А и совсем недавно, вот в последнем патче, вышли еще какие-то два режима, да? Dead Match и командный Dead Match, там. То есть, вас трое там против всех, или там каждый вообще сам за себя. И режимы были бы неплохие, но если бы там не было нужды носить флаги на свою базу, да? Как Unreal Tournament Style. И крутиться вокруг точек с бесконечным каким-то ремонтом. Это, блядь, настолько охуеть, как интересно, что я сейчас вот пытался записать вот видео про танки Картошкины именно в этих двух режимах. Постоял в одном очереди, постоял в другом. Понял, что никто в них не играет, блядь, и пришлось идти обратно в рандом. В итоге, осмыслив эту информацию, попробуйте представить, в какую сторону будет развиваться World of Tanks дальше. Что еще в игре будет появляться. Вообще, в принципе, все пять лет суть развития этого проекта сводилась к введению новых танков. Каких-то зачастую просто вообще нахрен никому не нужных. Большинство из них просто проходные холодильники, чтобы добраться до топа. И перерисовки там двух-трех там с каждым патчем моделей в HD. И при этом до сих пор еще не все перерисовано. В принципе, все. На этом танки больше вводить возможностей, я так понимаю, что нет. У Японии это уже, ну, край, блядь. Это танки, которые даже на бумаге сомнительно, что где-то существовали. Это уже все. Это последнее, что можно было высосать из пальца. Какую теперь еще страну можно ввести в игру? Я не знаю. У Камеруна вроде танков не было, слава богу. Хотя, может быть, введут бамбуковые колесницы. И это я еще молчу про то, что китайские ветки танков примерно наполовину, если не больше, состоят из копий советских танков. То есть, такое нововведение было мощнейшее. Вот китайские ветки, ну, просто для того, чтобы люди как бы вложились в их прокачку, что вдруг там топ Китая внезапно будет нагибать. На данный момент все-таки, мне кажется, что многие игроки начинают уже от этой игры уставать от того, что нового ничего не появляется. Карты новые вводят крайне редко, что вообще вот для меня загадка, зачем вводить, постоянно вводить свои танки, танки, танки. А карты, ну, где-то вот с того момента, как я игру бросил, карт появилось новых, ну, дай бог, штук пять. Штук пять за два года. За два года с лишним. То есть, по-моему, если ты хочешь, чтобы люди играли в твою игру, разнообразие карт должно быть просто максимальным. С другой стороны, есть Counter-Strike, который доказывает обратное. Там карта, в принципе, дохера, как профессиональных, так и любителей, а играет все равно на двух дастах и ацтеке. В итоге World of Tanks, как проект, вот-вот уже перейдет в стадию затухания. Вот-вот уже это должно случиться. Потому что, ну, все, в развитии игре просто некуда теперь идти, если только не переписываться на новый движок, полностью не менять карты. Но для этого, понимаете, можно просто создать новую игру принципиально, заставить людей качаться с нуля, а приносить деньги, да, они повайнят там, ну и что? Куда они пойдут? Что им делать, в принципе? Варианты, конечно, есть, но все какие-то не очень. Поэтому я думаю, что это план Б, и он уже вполне себе обдумывается. Разница эта, тем более, невелика. Что старую игру на новый движок переписывать, что новую игру на новом движке писать по старым формулам и канонам. То есть, ну, вполне вероятно. Ну и уж, конечно, игра крайне бесперспективна в плане того, чтобы писать по ней какие-то видосы, будь то гайды, какие-то юмористические видео, вводы, что угодно, это не выстрелит. В этой игре гайдоделов, наверное, больше, чем вообще еще где-либо в другой какой-то игре. Но ни в одной столько нету. Реально, начиная от самых топовых, да, несвержимых, непоколебимых титанов, которые просто держат пантеон этих стримов по World of Tanks, окончая этими новыми юными школьниками-вододелами, которые мечтают подняться до уровня своих кумиров там. То есть, просто нереальное количество, и нет смысла пихаться в эту игру с каким-то там своим контентом. Это просто не выстрелит. Вся шкалота, какая была в этой игре, она уже давным-давно нашла своих кумиров. Поэтому перспективы в World of Tanks... Во-первых, я вообще не хочу туда возвращаться. Я вот смотрю на World of Tanks, я играю вот эти два боя, записывал через такую силу, просто выстрадал их, вытерпел, потому что, ну, серьезно, слишком уж одно и то же. Так что Wargaming'у пора задуматься о чем-то принципиально новом, если они уже об этом не задумывались. Даже улитки уже делают кроссаут, пора. И Wargaming'у взяться за нечто подобное, потому что, ну, танки, они себя реально изжили, или доживают последние, ну, два года максимум, когда в этой игре будут появляться какие-то новые игроки. Потом это станет просто уже антиактуально. И если не появится какая-то новая суперигра, которая убьет танки, они, мне кажется, умрут от старости ввиду отсутствия каких-либо перспектив к развитию. И как киберспортивная какая-то дисциплина, я не знаю, я не в курсе, кто там киберспортсмены в этих танках, но мне кажется, что среди них новые лица вообще не появляются. Ну, просто неоткуда, да. Основная аудитория, ну, она криворукая. Им до киберспорта как пешком до Юпитера пиздавать. Поэтому говорить, что танки это киберспортивная игра, блин, да какая она в задницу киберспортивная игра. То, что по ней проводятся там два с половиной чемпионата каких-то, это вообще от них, по-моему, не показатель. Пытаться как бы развивать проект на том, что развиваешь киберспорт, да, в такой игре, в которую играют в основном розовые школьники, да, с потными ручонками, ну, не знаю. Здесь, сами, вот сами посмотрите, сам вот этот режим, где надо на танке флаги носить, это что, для кого, для киберспортсменов или для школьников? Ну, серьезно, носить флаги, да, это танковый Unreal Tournament. Господи, как здорово, я, блядь, спал и видел в него поиграть. В принципе, WG уже под своим брендом выпустил кораблики, да, как альтернативу танкам очередную, самолетики у них вообще не выстрелили. Ну и кораблики, кораблики, конечно, пошли дальше, чем самолетики, но все равно им до успехов танков еще, как, знаете, как на весельной галере, гребсти по космосу до соседней галактики. Там, собственно, я тоже каких-то особых суперперспектив, честно говоря, для себя, по крайней мере, не вижу. Но игра своих подписчиков получше, потому что она опять первая в своем роде. Далее идет War Thunder, собственно, снова на Черчилле, потому что для меня это, наверное, самая играбельная машина во всей игре сейчас, несмотря на ее скорость, по крайней мере, она хотя бы живучая. War Thunder продолжает гнуть свою линию, развивать свой реализм, выкручивать графику, благо, что скорость игры медленная, да, вот компания Улитка и скорость игры, собственно, Улитка еле ползает, да, вот если бы в этой игре танки носились так же, как в Армате, тут бы все лагало просто пипец как. Но танки еле ползают, поэтому это позволяет выкручивать безумную графику, да, все это красиво, потрясающе смотрится, но мало кому интересно, от патча к патчу онлайн в игре только падает, я что-то не видел, чтобы он рос за то время, что я слежу за этой игрой, по крайней мере, потому что, ну, все нововведения, они большинству игроков почему-то не нравятся, потому что, наверное, надо все-таки развивать, прекратить развивать свой реализм, начать развивать геймплей, чтобы он был как можно более интересен. Я рад, что под громкие заявления о том, что в улитках появляется разрушаемость на карте Сталинград, я смог с трудом разрушить два с половиной привокзальных кирпичных туалета, говорят, что офигенно все в Берлине рушится, но я не знаю, для того, чтобы что-то разрушить, надо в итоге специально ездить по домам стрелять. И какой-то играбельности этой игре не добавило вообще, по-моему, ни миллиметра. Точно так же вся игра сводится к тому, что ты из базы высуешь свою башенку, стреляешь в зеленый крестик, там вообще там ваншотишь, естественно, соответственно. А если ты играешь там в какие-нибудь реалистичные бои, как обычно, выключил всю эту красивую графику вместе с кустами, и только тогда противника можешь видеть, то есть... Ну, золотые годы, золотое время, собственно, и пик развития этого проекта уже очевидно, что позади это, когда там было около 100 тысяч онлайна, и то я это время не застал, мне много кто о нем рассказывал, это когда в реализме были маркеры, но не было зеленого крестика. То есть когда реализм в этой игре был играбелен, тогда был пик развития этого проекта. Но кого-то это в компании не устроило, и решили убрать маркеры, и вместе с ними убрали себе половину онлайна, после чего вышли еще патчи, и они еще онлайн убрали, еще наполовину. То есть сейчас онлайна осталась треть от былых высот. И при этом это отнюдь не недостаток каких-то реальных компаний. Понимаете, почему я сказал, что лучшее время и пик развития уже позади? Потому что уже все и так знают про игру War Thunder, про то, что в ней есть танки, одновременно самолеты, уже нет смысла это рекламировать. Вы любого человека, который вообще интересуется играми, спросите, а ты знаешь War Thunder? Он скажет, да, я знаю про эту игру. Он просто в нее не играет, потому что не хочет, его невозможно в нее заманить. Даже если его картофельные танки задолбали уже до смерти, все равно он сюда не пойдет, потому что он придет и скажет, а что это, блядь, танк 10 километров в час ползает? Я, блядь, до противника еду дольше, чем с ним сражаюсь. То есть, да, тут типа нету жизни у танка реализма. Вот и сидят, короче, в этой игре реально 15 тысяч фанатов танкового реализма. Да, что эти ваншоты, что это все как в реалистичности, что это симулятор. Да, это действительно симулятор войны без пехоты. Как бы вот происходила война, если бы танки сражались с самолетами без поддержки пехоты, там, дальнобойный какой-то... Нет, дальнобойная артиллерия здесь есть, но толку от нее, на мой взгляд, как-то уж слишком маловато. А было бы многовато, тогда бы еще больше войны было, все бы друг друга только артиллерию убивали. У Тундры, видимо, по сравнению с картошкой, есть возможность развиваться. То есть, по крайней мере, движок игры это позволяет, это они и делают. Но развивают они только что? Только графику и только реализм. То есть, они заняли вот эту, как говорят, заняли свою нишу, да, отличная ниша с 30 тысячами онлайна, разделенную сразу на две игры, на танки и на самолеты. Это прекрасная ниша, они ее заняли, потому что конкурентов в ней вообще нету, да, но нет такой организации, такой конторы, которая бы сказала, а пойдем посражаемся с War Thunder'ом за их 30 тысяч онлайна. Да, никому это нахрен не надо. Если будут какие-то появляться игры, то только аркадные симуляторы себя вообще никак не оправдывают. Если компания улиток планирует вообще хоть как-то увеличивать свои доходы, наращивать онлайн в своих играх, им надо делать игру более аркадной. Естественно, постепенно, планомерно, что-то... Да, будут люди уходить, но уйдет народу меньше, чем придет. Понимаете, в чем фишка? Не надо держаться за оставшиеся 30 тысяч после того, как вы уже 70 просрали. Я не вижу в этом смысла. Кто-то говорит, что, ой, Гайджин там планирует ветку танков до какого-то там до 20-го левела, то есть тут тоже появятся когда-нибудь современные танки. Ну, к тому времени, когда они появятся, да уже, в принципе, поздно. Надо было начинать с современных танков, а не копировать опять Вторую мировую войну. То есть они выпустили свои танки после того, как уже были выпущены танки картохи, да, уже популярность всей танковой игры была там. И сейчас, типа, ходят слухи, что они выпустят современные, но выпустят они их, естественно, уже после Арматы, когда Армата соберет все сливки, да, соберет всех, кому интересно, современные танки там. Ну и опять же, скорость игры, да, на современных танках будет куда выше, чем вот на этих музейных экспонатах, и поэтому, скорее всего, будут лаги. Причем лаги на сервере, сомневаюсь, что у них это все дело выдержит, поэтому это слухи на уровне бабушек у подъезда. Я думаю, что такого не будет. К тому же, по финансовой части, да, судя по онлайну, доходы у компании не так велики с этой игры, поэтому вряд ли у них есть ресурсы для наращивания вот этой какой-то своей производственной мощи настолько, чтобы запиливать в игру, что-то переписывать, переделывать и впиливать в игру еще реальные танки. Не знаю. Я так не верю. К слову о том, почему я перестал записывать и играть в танки Тундры, да, ответ просто. Они надоели за месяц. Какая разница, что, ну, играешь ты на танках здесь 2-го уровня или 5-го уровня, все равно все друг друга убивают одним выстрелом. Нахрена тут куда-то прокачиваться? Что это дает? Что ты будешь одними картинками, да, машинками, которые нарисованы, как Т-34 и ваншот эти машинки, которые нарисованы, как Панзер 3, да, либо ты будешь там перестреливаться также ваншотами там с более высокими машинами, да, с тиграми, потом еще с кем-то там, с маусами. Ну, маус, может, не ваншотнешь, но один хрен там с двух выстрелов убьешь, может, с трех. То есть, не велика здесь разница, я не вижу как-то смысла. Ну, интереса, у меня к этой игре интереса хватило ровно на месяц, да, и то я в аркаде прокачивался, потому что реализм здешний, я просто ненавижу. Вот отсутствие маркеров, вот это все. Это настолько нудная херня, что просто невозгодно, я не представляю, кто эти люди, которые в него играют. Им что, вообще, блядь, делать нехуй больше? Кроме как ехать 20 минут на маусе, блядь, да, по полю ебашить, до того, как ты увидишь каких-то первых своих врагов, да нахрен это надо, господи, это же я не знаю. Блядь, китайские кроссворды вот эти разгадывать веселее, или, блядь, по циферкам вот эти клеточки закрашивать, это, блядь, интереснее, чем смотреть, как едет твой танк. Он не едет, блядь, он тащится, это просто вымораживает. И, блядь, ты едешь, едешь, уже все уже, ну, надоело, и хуяк там тебя из каких-то кустов, блядь, убивает невидимый враг. Да пошло оно в задницу, нахрен это надо. Я не знаю, вот одно дело, что, может быть, самолеты, да, симуляторные всякие, реалистичные, это может быть, да, интересно, там геймплей, возможно, пободрее. Никто в засаде не посидишь, да, там говорят, что есть какой-то бум-зум, блядь, когда там один самолет взлетает на 7000 километров, блядь, потом пикируя сверху вниз, всех убивает, там свои есть, свои заморочки в этом, да, свои там вот эти вот люди, которые портят игру всем остальным, но ничего не поделаешь, таково мир игр, да, покуда ты своей жизнью не рискуешь, игра с реальностью ничего общего иметь не будет никогда. Ну, по крайней мере, вот именно в плане геймплея. Ну, естественно, развивать канал на игре, которая только теряет своих игроков, это вообще бессмысленно, это я не знаю, это как идти устраиваться матросом, блядь, на тонущий корабль заранее, идти там с ведром воду из него вычерпывать, то есть все равно он потонет, хоть что-то и не делай, все равно ему не жить. Ну и остается проект Армата, собственно, как же бесит всех, когда я его так называю Armored Warfare, окей, игра, по которой сейчас выходят гайды всякие, видосы на моем канале, и многие сейчас подумают, ну Армата-то он похвалит, ибо там, когда какую-то игру критикуешь, там, картошку или улитку или Армату, обычно говорят, о, там, блядь, проплаченные там теми, проплаченные этими, хуй там плавал, а про Армату, сразу говорю, чтобы пуканы не бомбили у фанатов, сейчас буду точно так же говорить, что перспективы у игры абсолютно не красочные. Почему, то есть, Армата не выстрелит, она никогда не добьется таких высот, каких добились World of Tanks? Да все просто, ответ, в общем-то, на поверхности, все в этой игре вторично, сама игра вторична, очень мало людей пойдут из картошки играть в Армату, почему? Ну, вот надоела картошка, да, и что, пойти играть в точно такую же игру, где только другие шкурки, другие карты, и танк может пускать дым там, ракетами стрелять, наводку какую-то делать, то есть, ну, и при этом тебе придется бросить твой аккаунт в танк, в который ты вкладывал время и средства, там, годами прокачивая танки после работы, и идти так же с нуля, с днища самого, прохабывать игру новую, да, точно, опять вбивать сюда деньги, дрочить после работы, задрачивать, чтобы топ прокачать или после учебы, на это мало кто подпишется, да, игра абсолютно похожа, то есть, она слишком калькирует World of Tanks, не зря ходят повсюду слухи, что это проект тех же самых разработчиков, созданных там через третьих-пятых лиц, то есть, ну, смотрите, то есть, вообще все одно и то же, похожий интерфейс, те же команды, точно так же все, сведения, разброс, там, какая-то тетя ведет у Wargaming'а новости об игре, хорошо, мы свою найдем, о, у Wargaming'а есть топовые стримеры, мы заведем своего, ну, официального, да, там, кто там у нас сейчас ездит постоянно в офисы Mail.ru и оттуда стримит, да, этот Лайкоклянчер или как он, а, Лайконафтер, как его называют у меня в комментах, вот, но, единственное, что это, конечно, был хороший вход интересный, да, что вот со стороны Mail.ru, что вот он, готовый вододел, который отвалился от улитки со своей базы подписчиков из конкурирующего проекта, и, казалось бы, вот, перемани его к себе, и подписчики тоже перейдут к тебе, но хуй там плавал, потому что, сука, эти подписчики War Thunder, они еще те, блин, типы, я базарю, они никогда не будут смотреть Армату, они, и играть они в нее никогда не пойдут, им, они видят, им смешно просто видеть танк со здоровьем, они к такому не привыкли, а еще раз говорю, что там в War Thunder играют фанаты реализма, если нету реализма в Армате, то им ни хрена не поможет такой, никакой там вододел, никакой стример, то есть, и поэтому, если вы зайдете на его каналчик, да, вы чего там увидите, что, сколько просмотров собирает Тундра, да, у него там солидные такие просмотры, и, собственно, просмотрами Арматы там просто птицы насрали, я не знаю, ну, вообще, если сравнивать, вообще никто не смотрит, то есть, ну, и, естественно, ни при каких раскладах этот стример-вододел, он не достигнет высот великого абассанца мониторов из картошки. Это в Тундре было всем фанатам симулятора интересно смотреть и слушать зачитывание статей из Википедии под подводочку видео и картинок, чтобы быть топовым вододелом, каким-то стримером в такой игре, как проект Армата, то есть, да, аналог картошки, нужно постоянно показывать скилл, как ты нагибаешь, как надо нагибать, все вот это вот надо постоянно демонстрировать, у него скилла, ну, нету вообще, как, собственно, нету харизмы, нету ораторского мастерства, нету вообще... Он на свои стримы людей может заманивать только раздачей кодов каких-то от разработчиков на плюшки, больше туда люди, по-моему, ни за чем не заходят. То есть, не, я понимаю, что человек, который всю жизнь играл в Артундер, нереально сложно перестроиться на такую игру, как Картошка 2, потому что, ну, принцип игры абсолютно другой, это... Я даже не знаю, с чем сравнивать. Хотя перед глазами другой пример, да, о том, как Mail.ru уже продвинула одну свою вторичность, да, вот был Counter-Strike, он был на высоте, все его любили, и Mail.ru решил сделать свой Counter-Strike с Байджеком и шлюхами, назвали его Warface, и он, собственно, выстрелил, очень безумное количество людей в него играло, там, какие-то чемпионаты, там, доната, океаны. Ну, опять же, кстати, вот эта репутация, которая теперь со времен Warface идёт про донат, она тоже людей очень сильно отталкивает от этой игры. Я уж сколько говорил, что чего-чего, а доната здесь вообще пока что нет. Вот эта игра, блядь, в пять раз дешевле, чем Картошка. Люди всё равно не верят. Блядь, людей даже не убеди, я не знаю. Сука, там чего вообще, блядь, в этом Warface продаётся, блядь? Ядерная ракета, что ли, вы мне объясните. Я-то в него никогда не играл, но постоянно, блядь, мне в комментариях пишут анальный донат, Mail.ru донат, Mail.ru анальный, блядь, ёпты, там что, неуязвимость продают. Что там, сука, такого в этом Warface продаётся, что просто вообще люди ни в какую больше не хотят играть в игры от Mail.ru. Вот вы мне объясните? Я как-то пытаюсь агитировать людей поиграть в армату, не потому что я её так охренеть как люблю, а потому что я картошку сильно недолюбливаю. Я лучше хотел бы, чтобы здесь больше людей играло, чем там. Потому что, ну, игра намного бодрее. Тут хотя бы никто... Ну, нету вот этого элемента картофельного геймплея. То есть тут никто из-за камней друг друга не выковыривает, блядь, целый бой. То есть арта всех за камни загнала, танки начинают из-за камней друг друга выковыривать. Да это же пиздец какой-то. Это когда так танки воевали? Где это так было-то? То есть, да, я как бы согласен, что это картошка номер два, что здесь полный концепт картошки, но сам геймплей, он другой, он вообще другой, он лучше. Здесь арта не заебывает, танки, блядь, ну... Кустодрочеры, они, конечно, никуда не делятся. Они никуда никогда не денутся. В каждой игре, где можно сесть в кусты и там подрочить, блядь, найдутся люди, которые это пойдут и сделают. Но всё остальное здесь принципиально другое. Посмотрите вот на этот мой бой. Я вообще, блядь, на месте не стоял ни секунды. Я просто езжу и раздаю плюхи тем, кто, блядь, любит где-то загаситься. И это можно здесь осуществлять. Но, опять же, повторюсь, что при всём при этом, я сильно сомневаюсь, что эта игра когда-нибудь достигнет тех высот, каких в своё время достигал World of Tanks, да? А почему, я уже сказал. Сейчас онлайн в игре, ну, такой совсем небольшой, в общем-то, можно сказать, это при той агрессивной рекламной кампании, которая развернута в интернете. Я недавно пошёл кошкам корм по интернету заказывать, даже, сука, в зоомагазине, блядь, при оплате вылезло вот это окошечко, где, ну, приходите в Armored Warfare, современные танки, пиу-пиу. Ну, в принципе, верю я там или не верю, пока канал получает с этих видосов профи, да, там, в виде подписчиков, в виде просмотров, особенно просмотров с рекламой, то есть видео будут появляться. Другой вопрос, что когда вот это всё прекратится, вот этот рост, а он уже, в принципе, замедлился в десятки раз, да, то есть если там в прошлом месяце у меня там по 800 человек в день на канал подписывалось, там, бывало, то сейчас там даже до сотни еле-еле дотягивается, то есть, ну, видно, что у игры ещё не так много игроков, которые смотрят видео по ней, ну, да какие её годы, как бы, посмотрим, как сам проект будет развиваться. А то, если чё, как бы и вертолётики тут одни на подходе имеются. В общем, будем посмотреть. А у меня пока всё. Пишите, жмите.